Казахстанская Медиа Академия представляет Медиа Репортаж Всем добрый привет, друзья! С вами Фрейд в юбке, Олеся Нева. Будьте на стороне своего сердца, а не условных рефлексов. Вы на канале КМА, и мы ведем Медиа Репортаж. Сегодня у нас мастер-класс. Пятый международный день кинофестиваля Алматы Фильм Фест. Сегодня будет интересно. Сегодня мы будем брать интервью у Джереми Чуа, продюсера и сценариста из Сингапура. Вы готовы набраться положительных, добрых и классных эмоций вместе со мной? Ну тогда полетели! Как была программа сегодняшнего дня? Ну сегодня был очень интересный круглый стол. Мы поговорили о платформах, про будущее кино. Сейчас мы ждем мастер-класс. Как вы сказали, большинство фильмов было продано в Netflix, на азиатский рынок в особенности. Хотела бы знать ваше мнение как про сюсера. Была бы неплохой идея продавать фильмы в Netflix, потому что этот рынок гораздо больше, чем, например, в нашем регионе. Наш рынок гораздо по размерам меньше. Я думаю, что всегда имеет место быть стратегия, стратегия пожертвования даже вот на Netflix. Задача менеджера по продажам в том, чтобы дистрибировать фильмы на 100 стран мира. Возможно, некоторые из фильмов распространены в 5, в 10 фильмах. Идеи для дистрибуции тоже предоставляются во время сессии питчинга. Представляются фестивали, представляются возможности для другой дистрибьюции фильмов. В общем, в большинстве стран ваши фильмы показывают на широком экране. И другие ваши работы рассматриваются для показа на широком экране. А как вам вообще атмосфера сегодняшнего дня? Сегодня, например, был круглый стол на тему стримингового телевидения. Охотно делятся секретами, не просто секретами, а вообще некими алгоритмами того, каким образом кинематографисты Казахстана могут выходить как на местные, так и на зарубежные рынки, увеличивая свою зрительскую аудиторию. Как участвовать на различных конкурсах сценариев, как подавать на фестивали. Ну, в общем, замечательно. Здесь собрались хорошие, светлые, приятные во всех отношениях люди. Рынок арт-хауса тоже не такой большой. Там уже есть крупные режиссеры. Некоторые из фильмов небольшие, я смотрел фильмы на Netflix. И некоторые из фильмов потребовали 6-7 лет для вывода на рынок. Например, не все фильмы из Китая фигурируют на Netflix. То есть Netflix спустя год привлек несколько тысяч долларов на проект. Если вы раньше выходите на Netflix, не спустя один год, возможно, после первой премьеры, то цена вашего фильма будет выше. То есть с экономической точки зрения, если вы позиционируете стратегию, то, что фильм отправится на Netflix после премьеры, это не самая лучшая идея. После того, как вы посетите фестиваль, займетесь предварительными продажами, представите проект на Netflix, чем больше вы его, чем раньше вы его выведете, тем будет лучше. Иногда вывод удачен. Иногда, не совсем, у меня есть знакомые, которые получили огромное предложение от Netflix из-за того, что он выиграл приз в «Дительских симпатий» в Берлине. Знаете ли вы веб-сайты с бесплатными фильмами? Как вы на них смотрите? Как ваши коллеги-продюсеры пользуются этими веб-сайты? Я использую их для короткометражек. Но для меня это не первостепенная стратегия использования сайтов в качестве источника для публикации художественных фильмов. Для художественных фильмов лучше их презентовать в медиафестивалях. В основном фестивали обладают уже готовой цифровой платформой, поэтому если фильму уже год, и он не был представлен в кинофестивале, тогда он отправляется на такую платформу. Есть фильмы, которые не подходят для кинофестивалей. Если много кинофестивалей отклоняют ваш фильм, то значит, этот фильм не пригоден для рынка фестивалей. Возможно, он подходит для комических рынков или для онлайн рынков. Поэтому я бы сказал, что здесь лучше деньги не тратить на кинофестивали. Лучше использовать такой фильм для онлайн платформы для того, чтобы получить большее деньги для рекламной акции, для коммерциализации. То есть есть фильмы, которые прожили 6-7 месяцев и все-таки не обрели своего места в кинофестивале. Есть примеры, когда фильм сразу выстрелил, отправился на кинофестиваль, и ему был представлен тот же престиж. Если вы позиционируете фильм для международной индустрии, то тогда лучше сказать, что вот у меня есть фильм для кинотеатров с миллионом просмотров, который выиграл приз зрительских симпатий на фестивале. В небольшой стране, может быть, на небольшом рынке. Если человек говорит, что вот, я смотрел ваш фильм на онлайн платформе, там было очень много кликов, очень много просмотров. Если фильм заслужил миллион просмотров, тогда такой фильм мог бы выиграть приз зрительских симпатий где-то на фестивале в Детройте. Чаще всего для того, чтобы получше узнать свой продукт, как раз и существуют такие онлайн платформы. Последний проект от режиссера во время презентации был представлен на онлайн платформе, и инвестору был такой проект гораздо интересен. Как у вас вообще впечатление об этом фестивале, международном фестивале? Что вас вдохновило, что вас впечатлило непосредственно в Алма-Ате на этом фестивале? Что вы говорите об этом фестивале? Да, вообще, я смотрю на камеру. Это так странно. Для меня, я очень приятно, что это фестивале, потому что когда я смотрел фильмы в кино, это было очень полно. Когда я пришел сюда, чтобы видеть другие люди, это очень полно. И я думаю, что качество фестивала является определенным отзыванием. Это определенным отзыванием, 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 отзыванием. Это не касается Флай, Джонни Депп, Леонардо Ди Каприо. Это не важно. Я думаю, что фестиваль связывает людей, индустрия, с клиентом. И я думаю, что, потому что это такая сильная коммунистка, все у нас есть так много людей, это ощущение, что фестиваль был очень успешным. Я думаю, что в следующем году это может быть более крупнее. И еще вопрос. Вот вы продюсер и сценарист. Не хотели бы вы попробовать себя как режиссер, потому что вы очень талантливый, многосторонний и глубокий человек. Как вы смотрите на то, чтобы быть режиссером в будущем? Я был продюсер, успешный продюсер. И как вы думали, что ты был режиссером? Я был режиссером в школе, в фильме школы. И я режиссерил один short film. И я смотрел фильм, и я думаю, что все режиссеры, которые я очень любил. И я подумал, что может быть, я не готов для режиссера. Может быть, я еще не так молодец. Поэтому я работал в других направлениях. Я работал в ретроспектах. Я работал в музеях, в арт-спектах. И потом, я стал интересен, чтобы писать. И потом, я делал, я делал. Так что это было больше и больше, чем режиссером. Но я не интересен больше. Но я думаю, что, когда я older, я сделаю экспериментальный фильм. Я делаю на самом деле, с маленькой камерой. Но не для того, чтобы делать, как в фильме. И последний вопрос. Что бы вы пожелали непосредственно молодежи, которая начинает познавать эту киноиндустрию, что бы вы хотели сказать казахстанской молодежи, которая интересуется кино? Что бы вы пожелали? Какие пожелания вы можете дать наших молодежи? Что бы вы пожелали? Что бы вы пожелали? Важно. Что бы вы пожелали? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok